Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как живет городской округ Люберце после того, как вроде бы основная трагическая фаза пандемии завершена. Но, тем не менее, потихонечку мы выходим из этой ситуации. Но, тем не менее, жизнь была до этой истории, связанной с новой коронавирусной инфекцией, во время. Ну и, конечно же, будет после. Мы на это рассчитываем. И рассчитываем также на помощь и поддержку государства, в том числе в лице депутатов, Совета депутатов городского округа Люберцы. И вот сегодня один из представителей депутатского корпуса у нас в студии, Александр Петрович Мурашкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вот мы с вами встречались, вспоминали перед эфиром до того, как все начиналось. Вы-то как сами пережили эту историю? Ну, слава богу, все хорошо. Я же тоже обращался через соцсети, и я уходил в режим самоизоляции, дисциплинированный. Многие вопросы приходилось решать по телефону. Ну, что, заслужил я тоже где-то в какой-то степени телефонного этого права. Причем все люди с пониманием к этому относились. Вот, им можно всегда... То есть, в какой-то степени даже лучше стали откликаться на ваши звонки, помочь туда? Ну, во-первых, всегда у нас так поставлено, что всегда ты можешь дозвониться и до главы, тоже он всегда открытый. Даже если сейчас он не берет трубки, вот я всем его пример ставлю. Порой у нас молодежь, ты позвонила, они там забывают тебе перезвониться, а этот человек всегда отзвонится. Если он сейчас занят, он обязательно позвонит. И вот молодежи, это, кстати, надо... Я их так иногда учу. Вот, берите пример, есть кого. Ну, хорошо, Александр Ильич, кстати, о мессенджерах, об интернете. Вот во время этой ситуации, когда, собственно говоря, все внимательно слушали заявления всевозможных медиков, представителей правительства, в общем, очень часто это в режиме практически каждого дня какие-то заявления и так далее, работал ли депутатский корпус городского округа Люберца? И какая-то была работа, потому что одно дело встречаться вместе и, что называется, по сигналу головы, по взгляду можно что-то решить. Вам же пришлось тоже переходить на какой-то удаленный режим? Безусловно, как и многие мои коллеги, я, в том числе ваш покорный слуга, мы все перешли на удаленную систему работы. Это касалось и даже проведения Совета депутатов. Но они проходили. Безусловно, вот за это время мы провели два таких заседания Совета депутатов, вот как раз вот в режиме видеоконференции. Естественно, как и всегда, готовились к заседаниям, изучали документы, проводили заседания комиссии, опять-таки в том же режиме, думая о безопасности и окружающих, и своей безопасности. Какие-то решения принимались? Они принимались только касаемо вот... Ну, вы знаете, сразу первое решение, конечно, реакция была мгновенная. И исполнительные власти в лице администрации, и, естественно, Совет депутатов поддержал. Это меры, направленные на помощь предпринимательства. На своем уровне мы тоже ряд послаблений, и они широко известны, принимали. Ну, то есть речь идет о речи... Освобождали от уплаты, там, и земель, скажем так, договоров аренды, вот. Все отработали тоже в полный рост. И вот тут сразу же возникает вопрос. И очень внимательно все следили и за выступлением президента, и за выступлением главы, и за выступлением всех тех людей, которые влияют, в том числе, на экономическую политику того или иного региона и страны в целом. Скажите, вот эти налоговые послабления, назовем это так, как долго они будут продолжаться? Все равно ведь рано или поздно нужно возвращаться к реальной жизни. Я так понимаю, что вы попытались снять эту налоговую нагрузку, исходя из того, чтобы предприниматели сами или, скажем, главы предприятий не стали вычитать это из... чтобы сохранили зарплату рабочим, которые, может быть, не весь рабочий день работают или вообще не работали. Вот когда это вернется, насколько эта программа будет продлена, и кто за ней следит? Ну, безусловно, любое решение, которое принимают депутаты, так учили меня. И я думаю, что это правильно. Всегда надо смотреть на конечный результат. А будет ли это выгодно и будет ли это хорошо для избирателя? И, естественно, поэтому так и принимаем решение. Сегодня, скажем так, до декабря включительно понимание есть. Но эти вопросы, они всегда находятся под контролем и нашей власти муниципальной, региональных властей, естественно, контроля федерального уровня. И реакции следуют моментально, в том числе и наших всех властей в рамках городского округа. А кто-то пишет вам сейчас... Понятно, что есть предприятия разные. Есть предприятия глобальные, где, условно говоря, команда сверху пришла, что убираем такое налоговое время. Да. На какое-то время, на месяц, на два, на три. На самом высоком уровне об этом говорилось. Но ведь есть ряд других, и есть предприятия, которые еще не открывались, и мы не знаем, как они откроются. Да, там салоны красоты, кафе, рестораны – это вообще отдельная история. Вот как им быть? Вы будете освеживать эту ситуацию? И ведете ли вы какие-то переговоры с представителями и с предпринимателями, которые вот сейчас еще не работают? Безусловно, наверное, как раз вот с уровнем вот этого мелкого и среднего бизнеса я достаточно часто общаюсь с людьми. Ну да, вот высказывают свои пожелания и говорят о своих трудностях. Действительно, очень сильно ударило. У нас вот в такие моменты всегда в стране в первую очередь страдает мелкий и средний бизнес. И это понятно, он такой, ну, незащищенный у нас на сегодняшний день, что бы мы ни говорили, он слабозащищенный, скажем так. И вот, пожалуйста, вот такое потрясение. И сразу люди, которые там собирали те же средства, вкладывали душу, годы своей жизни, и раз в одночасье это все рухнуло, можно и так сказать, все закрылось. И вот как-то человеку, руководителю надо выдержать эту ситуацию. Ведь будут смотреть, как и депутаты работают. То есть во многом судьба депутата сейчас в руках вот этих правильных решений. Потому что если эти решения не будут приняты, и будут очередные выборы, и у депутатов могут возникнуть вопросы, что вот был сложнейший период, а помощи мы не дождались. То есть депутаты понимают, что это для них такое время чьи тоже. — Безусловно, и все мы это понимаем. Но, наверное, здесь не столько мы думаем, а что народ-то проголосует или не проголосует. Здесь в большинстве своем депутатам руководит вот этот внутренний порыв. Наверное, может быть, он и с патриотизмом где-то увязан у нас. Мы стараемся быть полезными людям. И в плане, что это в первую очередь законодательным, но и в плане, как говорится, работы на месте, непосредственно в округах, непосредственно со своими... — Конкретными. — ...с конкретными людьми. И даже невзирая, это у всех так, моих коллег, невзирая мой округ или не мой округ, обращаются люди — реакция. Обращаются люди — реакция. За это время поступило даже лично ко мне очень много обращений и в соцсетях, и на всевозможных платформах, потому что мы стараемся не освещать свою деятельность и проводить приемы, в том числе, в таком режиме удаленки. — То есть, грубо говоря, вам могут написать в любую минуту, и вы потом можете посмотреть это и... — Обязательно. Обязательно. Даже вот такая, казалось бы, помощь... Вот сегодня там где-то продуктовые наборы в семье не хватает. Сразу моментально идет там моя связь со штабом волонтеров, который у нас здесь создан. Хочу заметить, ребята просто молодцы. Я еще раз говорю, я горжусь нашей молодежью. Все-таки замечательные люди. Там праздники, не праздники. Они тут же, как, я не знаю, та скорая помощь или пожарная машина подрываются. И от звонка, поступившего ко мне, до исполнения вот этого наказа, если он там незначительный какой. Там, я не знаю, ну, два часа максимум проходит. — Мы во второй части поговорим как бы о социальной составляющей, потому что такая важная история. Но вот как вы считаете, подводя такие глобальные итоги, я понимаю, что вы являетесь представителем, в данном случае нашей программе депутатского корпуса, все ли депутаты смогли справиться вот с этим новым вызовом? Потому что это нужно было осваивать и способы общения с людьми бесконтактными, да, как сейчас говорят. Не потеряли ли депутаты связь с наименее, ну, скажем, незащищенными слоями населения, потому что не всегда даже можно было передвигаться по городу, хотя для депутатов, наверное, это не составляло труда, но тем не менее. И люди занимались, ну, в какой-то степени... То есть количество людей, у которых привелись вопросы к представителям власти, было гораздо больше, чем это, как вот сейчас у нас говорят, в мирное время, да? Вот никого не потеряли депутаты? Справились они в целом? Я... Это будет этично, наверное. Я больше скажу за фракцию «Единая Россия», потому что мы как-то еще и между собой общаемся на тех или иных платформах, обсуждаем вопросы. И я могу сказать, что вот здесь вот было все так настолько сплачено, активно ребята работали все наши, вот... И не потеряли ни в коем случае, связь была, и тоже, вот я говорю, моментальные... Ну, потому что мы же тоже еще и, скажем, на платформе депутат-избиратель выставляем всю информацию, и мне достаточно ее просмотреть и посмотреть. Ага, вор работает, молодцы. Но эти очень многие люди, которые, ну, и так особо не пользовались депутатскими услугами, давайте так говорить, но которые вот неожиданно, да, попали в ранг сейчас незащищенных. Опять же, это связано там с потерей работы или, не приведи Господи, с болезнью родственников. И они даже никогда и не знали, куда и как обратиться. Знаете, как вот на тебя сваливается это несчастье? Появились ли новые у вас такие избиратели, которые говорили, что я и не знал, что вы, оказывается, можете мне помочь? Это же очень важно для депутатов. Ну, во-первых, я из той категории, которая работает на предупреждение. Я не бегу за обозом, я, наверное, впереди его гордо вышагиваю. И, во-первых, работаю со всеми руководителями общественных организаций, которые у нас на округе, в взаимосвязи. Я там каждый день могу позвонить, уточнить, как все ваши подопечные живы, здоровы, какие вопросы здесь, какие трудности там, чтобы понимать, куда нам двигаться, это с общественниками. Плюс им поступают звонки, естественно, от тех, кто первый раз. И вот, знаете, даже звонят порой соседи. Вот человек сидит, мама молодая, как раз вот тот случай, когда с работой проблемы произошли, и не знает, восстановить ее, что делать. А тут, ну, до такого, ну, простите уже, господи, там покормить вот сегодня суббота, а я что-то вот так не подрасчитал, и у меня даже там на еду денег нет. И вот как раз тот самый случай, а звонит, знаете кто, соседка. Ну, давайте мы сейчас о социальной составляющей работы депутата поговорим во второй части нашей программы, программы «Открытый диалог». Итак, это программа «Открытый диалог». Мы продолжаем. У нас в гостях Александр Мурашкин, депутат Совета депутатов городского круга Люберцы. И вот концовка первой части была уже сугубо посвящена социальной стороне работы депутата. То есть правильно понимаю, что уже даже соседи, которые вас знают, и своим соседям помогают, чтобы они вышли на депутат, потому что не все знают, что депутат может в данной ситуации помочь, вплоть до того, что связаться с волонтерами, потому что действительно это тот случай, когда люди не в курсе, куда им обращаться со своими бедами. Мало того, они боятся это еще делать. Да не столько, наверное, боятся, а сколько теряются в этой ситуации. Где-то испытывают какие-то, возможно, неудобства. Вчера вроде было все нормально, а сегодня на, и не знает человек, куда бежать. Вот как-то я вам начал рассказывать о том, что мама годовалый ребенок. Нужно там молоко специально, потому что ребенок там болен, безлактозное молоко. Соседка просит, потому что мама не знает, куда в этой ситуации обратиться. Решаем бегло этот вопрос. Опять-таки... То есть это уже, можно сказать, ваши помощники даже, которые уже знают, как вы работаете. Да не помощники, просто знают меня там. Ну я говорю, они уже выступают в роли помощника. Да, ну то есть отслеживают, что происходит в подъезде, что происходит в доме. А вы общаетесь, вот вы говорите, в сетях общаетесь. Безусловно. То есть там какие-то конкретные вопросы или вы какие-то чаты создаете? Как это работает? Ну, во-первых, даже там ВКонтакте люди пишут, директ отправляют свои обращения в Инстаграме. На возможных, вот где я там зарегистрирован на площадках, везде стараюсь отслеживать. И у меня получается реагировать на все эти запросы. Вот перед тем же 9 мая, когда дочь героя Советского Союза, Агеева, обратилась к нам. Там есть программа посадить около мемориальной доски цветочки, привести в порядок эту территорию. Вот она обратилась, моментом сразу подключился ЖЭК здесь на 115-м, Наби Джалилович. Там Вячеслав Калинин, коллега мой, депутаты, они вот как раз по этим округам. Здесь же администрация сразу тоже подключилась, там в лице Малышева отработала у нас и ОКБ. И раз-раз-раз вопрос решен. А вот скажите... Волонтеры. Все, вопрос решен. 9 мая опять-таки тоже мы депутаты в стране не стояли. Я тоже, как и все, пошел петь в народ День Победы, эту песню. Ну, во-первых, мы морально поддержать, сказать, мы рядом. Ребята, все будет хорошо. Прорвемся. Прорвемся. Выходили на балкон и пели у нас, вот я на Южной как раз. Молодцы. И сам заряжаешься этим духом народного такого единения. Ну, и их поддерживаешь. Власть недалека от народа. Мы рядом, ребята. Прорвемся. Хорошо. Ну, вот возвращаемся о социальной ситуации. Понятно, что волонтеры, вот у нас были здесь представители, то есть вся эта работа шла и так далее. Сейчас, конечно, хочется, чтобы все-таки потихонечку, когда будет ситуация, попускать, что называется, то чтобы все-таки не разрушить то, что уже удалось добиться, и это здорово. Но, тем не менее, даже во время сложной ситуации необходимо было решать бытовые проблемы. Люди сидели дома, увеличение пользования газовыми приборами, увеличение пользования, извините, канализацией, лифтовое хозяйство, и все-все на свете. Вот как действовали ЖЭКи, вот вы сейчас, да, упомянули, все те компании, которые занимаются обслуживанием, были ли какие-то такие сложные ситуации, когда депутату нужно было вмешиваться и решать эти вопросы? – Ну, вы знаете, у нас тут управляющая компания, основная, конечно, здесь по городу ЛГЖТ, Мамет Кискинович наш. – Был он у нас здесь в гостинице. – Коллега, да. Но что хочу сказать, конечно, беда в том, что вот с началом этой пандемии и оплата коммунальных услуг, конечно, с жителями она очень упала. – Мы обсуждали этот вопрос, что все равно придется платить, хотя капитальный ремонт отменили, но тем не менее. – Да, но тем не менее, все же должны понимать, и сейчас и подготовка к сезону. – Понимаете, почему-то многие ждали граждане, это, наверное, мне кажется, нужно выступить с этим, как бы серьезно дать понять, что, как мне показалось, это не только в городском округе Люберцы, но во многих других регионах, почему-то все ждали, что отменят оплату за ЖКХ вообще как таковую, почему-то вдруг. То ли слух прошел такой, хотя сразу же президент сказал, что мы отменяем капитальный ремонт. Все. То есть, если вы не платите сейчас, как ваш коллега здесь говорил, все равно вам придется заплатить в конце года, когда это уже будет неусловно, там, 3-4 тысячи, да, или там у кого, ну, в зависимости от... – Ну, накопится, это уже больше. – Да, а это уже будет 8, а потом это уже будет 12-20. Никто же это не отменит. Вот в связи с этим, как вы планируете населению объяснять, что надо платить, потому что без этого не будет нормальной жизни? – Ну, во-первых, очень хорошо, что вот я уже повторюсь, да, что Маметки Скинович осветил эту тему посредством того же телевидения, посредством информационным, который у нас в городе есть. Эту работу разъяснительную проводят и в ЖЭКах. В индивидуальном порядке, значит, подключились и мы, депутаты, мы эту работу проводим, потому что, извините, надо платить будет и за вывоз мусора, и за подготовку сейчас к осенне-зимнему периоду. Понимаете? Да даже та же дезинфекция подъезда, все это отсюда, поэтому, ну, ребята, надо как-то... И, опять-таки, у всех понимание есть, да, что неловко сейчас вот такая ситуация, но платить придется всем однозначно, поэтому как-то надо сейчас выдохнуть и пополнять вот эти вот платежи свои, которые мы имеем перед управляющими компаниями. А какие планы? Все мы говорим, да, как бы, вот они очень о сложной ситуации, а какие-то обычные планы есть? Потому что у нас в этом году, к сожалению, не было ни субботников. Сейчас мы будем уже готовиться в Москве, как и вся страна, к параду, да, который должен будет пройти 24-летие. Ну, во-первых, планы обычной жизни. Во-первых, планы, как вот там было. У меня сначала сейчас надо по Южной улице очень просят такую пилотную, мы там сделаем площадку для выгула собак. Такой вот, ну, назрелый вопрос. Естественно, это работа с нашими дошкольными учреждениями образования, среднего образования, потому что подготовка там уже идет к первому сентября. Тоже надо помочь там и в меру своих возможностей, их сил. Там и с ремонтными работами, которые, ну, так скажем, что в силе депутат сделать, естественно. Там плугустройство территории. Ну, очень много сил для применения. Без работы некогда сидеть. Мне иногда говорят, а вот и что-то там на самоизоляции, наверное, это тебе там скучно. Да нет, друзья мои, тут скучать не приходится. Утром как-то проснулся, а вечером уже спать ложится. Потому что все равно эти телефоны, эти переписки, движение идет. И правильно вы сказали, там и 9 мая, мы отметим парад будет, и я уверен, здесь это будет у нас. А потом еще в июле, пока в июле планируется... Ну да, ВМФ, да, бессмертный полк. Все это будет, и это все правильно, здесь все цело поддерживаю. Потому что мы люди, которые любят свой город, чтят завоевания наших прадедов, дедов и несут в себе... Потому что мне очень много доводилось общаться с ветеранами-участниками Великой Отечественной войны. Все это здесь, все это в голове, все это в душе. И считаю своим долгом передать это другим поколениям, которые идут за мной, чтобы мы вот эту связь никогда не теряли. Чтобы не превратились вот в таких безмозглых зомби, которые сегодня там пытаются, там, как они говорят, шутить. Ну, таких шутников от них отделываться надо. Поэтому обязательно проведем и обязательно, как положено по нашим традициям российским, и сходим к ветеранам, потому что у нас не получилось в этот раз их там собрать ветеранские организации. Мы с ними так и договаривались, когда 9 мая же все мои коллеги, каждому, ну, до кого дозвонились, потому что многие же были, кого-то дети увезли на дачу и так далее. Ну, до кого мы дозвонились, мы всем им желали здоровья и говорили, ребята, мы обязательно соберемся вместе, как вот эта вот вся Хиросима закончится, мы обязательно встретимся и поднимем чарочку за нашу победу. И все ветераны, ну, с пониманием к этому... Тем более год весь юбилейный. Весь год юбилейный. Да и следующий. Да и каждый год пусть будет таким годом. Ну, и самое последнее, у нас остается немного времени. Готовься они летом, говорят, такая, да, существует у нас с вами присказка, поговорка. Надеюсь, что рано или поздно летом произойдет уже очная встреча депутатов. И будут ли какие-то планы уже на зимний период? Вы знаете, я таких сегодня планов не вынашиваю пока, загад не бывает богат, потому что, ну, вы видите, как все стремительно меняется на сегодняшний день. Конечно, в голове мысли есть. Обсудим их вот как раз, когда встретимся и с общественниками, и с лидерами общественного мнения, которые у нас на округе проживают, активистами. Мы обязательно выработаем план действия на зимний период. И это будут и ежегодные. Я уверен, какие-то новые инициативы поступят, потому что надо по жизни обязательно креативить, идти в ногу со временем и четко понимать, что сегодня нужно нашим людям. Потому что, казалось бы, вот вчера по этой дороге еще невозможно было пройти, она вот такая вся в ухабах, но ее сделали, и мы забыли, мы уже хотим дальше или лучше. Там вторая дорога, она на подходе. Да, 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 ну так человек устроен, быстро стирается, вот это в голове, давай новое. И это очень хорошо, это очень правильно. Но просто речь идет о неком стратегическом мышлении, то есть то, что будет планироваться, потому что или надо сейчас все-таки определиться с той ситуацией, Я бы предлагал, да, с той ситуацией, которая сегодня сложилась. И отталкиваясь от нее уже. У нас есть определенные планы, скажем так, до дня города, вот у меня в голове, я их сегодня рассматриваю. Ну а перешагнув вот этот порог, мы будем уже строить планы на будущее, когда тоже их надо будет как-то соизмерить со всеми теми законодательствами и новшествами, которые нам региональная власть будет передать. Ну и вы, наверное, тоже будете предлагать что-то. Безусловно. И связь с депутатами областными, с депутатами городской, и депутатами Государственной думы. Конечно, конечно. У нас здесь вот очень связанная вот эта вот область депутаты, они всегда с нами на общении. Государственная дума Лидия Николаевна Антонова всегда здесь. И вот эта вот такая вот связь, она позволяет нам быстро реагировать на изменения в современном обществе. Значит, нам остается только сказать, что вы представлены во всех всевозможных сетях, то есть вас можно найти, если у кого-то возникнут вопросы. Я здесь, я рядом, даже мобильный телефон. У меня всегда, когда я говорю, что завтра у Мурашкина значит прием граждан, сразу визитка с моим мобильным телефоном. И каждый человек граждан, ну если он считает нужным, что вот надо... Позвонить, да. Он может позвонить, я доступен. И еще мы пришли сегодня к выводу, что посмотрите внимательно на своих соседей, особенно которые раньше успешно занимались предпринимательством и так далее. И вдруг что-то с ними произошло, не постесняйтесь, во-первых, познакомиться наконец-то. И если есть трудности, то обращайтесь к своим депутатам. Они могут помочь этим людям пережить вот это сложное время, как мы сегодня выяснили в нашей программе. Да. Вот. Ну что ж, я думаю, на этом мы будем завершать. Спасибо вам большое. Мы желаем, чтобы депутатский корпус, депутаты, это депутаты городского круга Люберцы по-прежнему держали руку на пульсе, занимались решением ситуации, которая сегодня сложилась, что называется, жизнь нам сама подбросила. Ну и, естественно, не за горами. Лето пробежит быстро, как это опыт подсказывает. Потом будет осень и зима. И очень хочется надеяться, что после проведения парада, после проведения акции «Бессмертный полк» мы с вами уже к концу года как-то выдохнем и почувствуем какое-то облегчение. Но сейчас надо напрячься всем, в том числе и депутатам. Да. Я желаю тоже здоровья и вам, и всем, кто смотрит наше люберецкое телевидение. Спасибо большое. Александр Петрович Мурашкин, депутат совета депутатов городского круга Люберцы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин